К спортивным новостям. Сезон для хоккейного клуба «Водник» завершился сменой главного тренера. Решение, кто же возглавит архангельскую команду, наконец приняли. Вероника Смолякова с подробностями. После ухода Ильяса Хандаева из клуба «Водник» встал вопрос. Кто сможет достойно возглавить одну из самых титулованных команд страны? И такая кандидатура нашлась. В Архангельске официально представили нового главного тренера «Северян» – опытного хоккеиста, возглавляющего молодежную сборную России Ивана Максимова. Когда мы выбирали тренера и рассматривали, мы руководствовались, естественно, заслугами тренера и как игрока, и как тренера. То есть Иван Иванович имел опыт побед на самых высоких всероссийских и международных уровнях. Многократный чемпион мира, многократный чемпион России. То есть это как игрок, то есть именительший игрок, как тренер тоже имел вкус победы. Иван Максимов знаком со всеми игроками. Со многими уже успел поработать. Тренировки планируют начать в ближайшее время. Молодые парни, которые зайдут и зашли в команду, я за ними наблюдал, как тренер молодежной сборной России. Они были у меня, поэтому они прекрасно знают мои требования, я знаю, на что они способны. Что касается тренировочного процесса, то мы начнем уже через полторы недели подготовку к следующему сезону. Капитан команды «Водник» Евгений Дергаев отмечает, на спортивный дух игроков смена тренера не повлияла. Все спокойно, в принципе, все же понимают, что тренера меняются, это как и игроки, в принципе. Поэтому все восприняли это достойно, поэтому Иван Ивановича многие знают. Мы примерно представляем, что ожидать. Хотим работать, есть большое желание, самое главное у всех. И настроение, в принципе, не обсуждается даже, поэтому все готовы, одна цель у всех. На нового тренера возлагают большие надежды, связанные в том числе и с молодежным спортом. Звезды хоккея с мячом рождаются именно в Архангельской области, а после остаются играть в команде. Генеральная линия – это все-таки акцент на ребят, которые воспитываются здесь, в Архангельске. И наши местные ребята, вот как Евгений, как, например, тот же Максим Анциферов, те ребята, которые выходят из Архангельской или из Архангельской области, здесь закрепились. И вот, несмотря на то, что у Евгения есть очень много предложений из других клубов, Евгений остается верен своей родине, своему клубу, поэтому это тоже действительно только вызывает максимальное уважение. В 2025 году легендарной команде «Водник» исполнится 100 лет. На юбилейный сезон спортсмены и тренерский штаб строят большие планы, в которые, конечно, входят золотые медали. Вероника Смолякова, Светлана Михеевская, Регион 29.